Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». 19 сентября в библиотеке имени Горького стартует фестиваль национальной книги «Читающий мир». У нас в гостях один из его организаторов – Надежда Воропаева. Здравствуйте! Здравствуйте! Фестиваль стал уже традиционным для Рязани. Расскажите, чем удивить рязанцев в этот раз? Наш фестиваль каждый год меняется, каждый год растет. Наш фестиваль вырос из региональной книжной выставки «Ярмарки», изданной в Рязани. В этом году у нас очень много нового, интересного. Наш фестиваль будет проходить с 19 по 22 сентября. Мероприятие наше будет проходить как в городе Рязани, так и на территории других учреждений культуры города Рязани, Рязанской области. Будет много интересных встреч с писателями, с поэтами. Наши жители, жители нашего города, гости нашего города смогут познакомиться с творчествами таких писателей, как Сергей Шергунов. И не просто познакомиться, а встретиться с ним, задать свои вопросы. Смогут встретиться с писателями Ольгой Арнгольд. Она является номинантом в премии «Просветитель» этого года. Также Санна Берсенева и Владимиром Сотниковым. И Яковом Меркиным. Несмотря на то, что он экономист, один из ведущих экономистов России, он создал электронную библиотеку Меркину.ру. И я думаю, что нашим всем будет интересно тоже с ним пообщаться. Я знаю, что он презентует свою книгу как раз в Рязани в рамках нашего фестиваля. Это «Открытая дверь». Да, «Открытая дверь». Мы всех приглашаем, будет интересно, потому что человек открывается с новой стороны, не только как экономист. То есть это художественное произведение? Или всё-таки это сборник его наблюдений? Это сборник его наблюдений, связан с экономикой, но он раскрывает себя как писатель. То есть это более литературный формат? Ну да, более литературный формат. В рамках фестиваля пройдёт и вторая презентация книги, он будет богат на такие яркие события. Это рязанский журналист, биолог-натуралист Иван Назаров «Запах хвоя». Что это за произведение? Ой, вы знаете, да, будет презентация и данной книги. Это уже не первая презентация. Это будет наблюдение автора о природе, о нашем крае, с точки зрения его как фотохудожника. То есть это иллюстрировано? Иллюстрировано, конечно. И всё это пройдёт в формате открытой беседы? Да, конечно. Все наши презентации, которые проходят в рамках «Читающего мира», проходят в рамках диалога, открытых бесед. Можно будет и познакомиться с этими произведениями, познакомиться с авторами, задать любые интересующие вопросы. Мы всех приглашаем. Также, конечно, в рамках нашего фестиваля пройдёт книжная выставка-ярмарка. Можно будет приобрести книги от издательства, от Москвы до Сахалина. К нам приезжают более 25 регионов, более 100 организаций. Можно будет познакомиться с самыми уникальными изданиями данных регионов. Например, какую книжку можно таким образом поймать? Есть что-то уже в вашей, может быть, коллекции? Пока ещё нет, но, вы знаете, издательство пока ещё не раскрывает такие вот уникальные произведения. Мы готовим очень много сюрпризов, и, конечно, мы ждём наших гостей. И эта возможность предоставляется раз в год, и я думаю, что никто не захочет её упустить. Отлично. Ну, сейчас программа постоянно пополняется. Уже известно, что будет выступать театр на Дне национальной книги. Это достаточно необычно. Вот молодёжный театр из Москвы. С каким спектаклем он выступит? Почему, в общем, почему книги и театр так плотно спленись в вашем фестивале? Вы знаете, фестиваль «Читающий мир» — это фестиваль, который раскрывает и собирает вместе различные виды искусства. Ведь книга, она всегда была тесно сплетена с театром. И уже второй год подряд к нам приезжает Московский молодёжный театр «Бет». В этом году они приедут к нам со спектаклем «Туман». Это достаточно философский спектакль. Я думаю, он будет интересен не только молодёжи, а всем любителям искусства. Это экранизация? Или это самостоятельная произведка? Нет, это экранизация. Будут ли задействованы какие-то рязанские театры для фестиваля? Или у нас будут только московские гости? Нет. В программы фестиваля также включены мероприятия «Театр кукол», мероприятия нашей филармонии, мероприятия наших музеев, таких как интерактивный музей сказки «Забава», музей Рязанского леденца, музей пряников. То есть это целый комплексный подход получается? Конечно, конечно. Мы стараемся показать, что учреждения культуры, они работают вместе, они могут творить вместе различные проекты, различные мероприятия. В рамках фестиваля пройдёт поэтическая площадка поэта Рязанского края. То есть это возможность для молодых авторов выступить? Или это скорее читка классических произведений? Как это будет выглядеть? Это возможность выступить как для поэтов молодых Рязанского края, так и читка классических произведений. Мы хотим показать то, что и классика, и молодость может сочетаться, и они не только могут уживаться, они могут очень хорошо взаимодействовать. У нас разработана очень большая программа для детей. Мы ждём семьи с детьми, потому что каждый ребёнок сможет себя попробовать и как актёр, и как сценарист мультфильма, и попробовать своё творчество в песочной анимации. Также у нас запланирован очень большой праздник семейного чтения «Почитай мне, мама, книжку». Обязательно приходите с детьми, выбирайте своё любимое стихотворение, своё любимое произведение, и вы можете попробовать свои силы в данном мероприятии. Нельзя пропустить чемпионат по чтению вслух национальной литературы «Живое слово». Это чемпионат среди молодёжи нашего города. Они уже не первый год будут пробовать свои силы в читке национальной литературы. Это достаточно интересно. То есть это на скорость задания? Это не только на скорость задания, это задания на выразительность. Также нужно будет применить своё актёрское мастерство, чтобы зрителям, которые придут слушать, понравилось. То есть это заранее нужно оформлять заявку или можно в день фестиваля подойти? Нет, это нужно заранее оформлять заявку. Можно оформить заявку, прислать нам её по электронной почте, и можно нам написать в социальных сетях любым способом, который вы захотите использовать. Мы рады будем... Твердить квалификацию как-то надо? Или верить на слово? Нет, мы верим на слово. Отлично. Потому что в том году у нас кроме студенческой молодёжи приняла участие команда школьников. Они захотели принять участие, и целой командой заявились. Это было тоже очень необычно, потому что мы сначала немножечко опасались, так как они младше всё-таки по возрасту. Но, вы знаете, они дали форум нашей студенческой молодёжи. Мотивация вышла, наверное, пятёрки обещали. Возможно. Также пройдёт конкурс «Книга года» межрегиональный. Что это за формат, и проходит ли он традиционным, или это нововведение этого года? «Книга года» — это конкурс для издателей. Это конкурс на лучшее издание по той или иной номинации. Это не введение этого года, это хорошая традиция. В нём уже заявлено более 25 регионов, которые представили свои издания в номинациях различных. Например, в номинации «Лучшая книга России», либо «Лучшая детская книга». То есть это как раз те организации, которые потом будут присутствовать на книжной ярмарке, правильно я понимаю? И те, которые будут присутствовать на книжной ярмарке, и те, которые прислали свои издания, но не смогли приехать. У нас есть такие тоже издания, но они захотели поучаствовать в данном конкурсе. За родной регион сможем ли мы поболеть в этой номинации? Конечно. У нас очень много издательств принимают участие каждый год. Каждый год они представляют самые лучшие издания, которые были изданы в течение года. Поэтому обязательно болеем за наш регион. Сейчас наши зрители должны подумать, в Рязани издают книги. Да, в Рязани издают очень много книг. И книг различной тематики, и исторические, и детские, и современной литературы, и наших молодых поэтов тоже издают. Так что приходите, болейте. Вы же упомянули о программе для детишек, да? Это будут какие-то станции или последовательные мастер-классы? В течение проведения нашего фестиваля у нас будет очень большая программа для детей. И каждый день во время, в рамках проведения фестиваля будет много мероприятий. Это будут не станции, это будут мастер-классы, это будут игры, викторины. Это будет читка, первая детская читка у нас будет от театра переход, актеров театра переход. Как это будет выглядеть на практике? Мы привыкли, что читка это, скажем так, технический процесс подготовки спектакля, да? Когда актеры просто по ролям репетируют, еще только привыкают друг к другу. Как здесь это будет выглядеть? Это будет выглядеть, когда чтение по ролям, и актеры будут помогать детям, показывать, как интересно, как правильно читать, как это может выглядеть красиво. То есть получается такой мастер-класс на практике? Да, мастер-класс на практике. Какой возраст у детишек? Нужно точно уметь читать, да? Да, нужно точно уметь читать, нужно иметь желание, поэтому будет интересно. Также в рамках читающего мира у нас пройдет благотворительный мастер-класс. Я сейчас немножечко расскажу о нем. Благотворительный мастер-класс, направленный на то, что в рамках данного мастер-класса мы будем собирать книги для детской библиотеки, села Ижевская, Спасского района. Нужно будет приобрести любую книгу в рамках нашей книжной выставки, ярмарки, и прийти на мастер-класс. В рамках мастер-класса можно будет создать уникальную открытку вместе с нашими волонтерами. И мы эту открытку вам подарим, а вы подарите книгу для библиотеки. А можно ли принести какие-то книги, которые уже есть на книжной полке? Новые, да, новые книги, конечно, можно принести. Отлично. А что к большей популярности будет пользоваться? Это детские какие-то произведения? Да, это детские произведения, потому что это детская библиотека. Конечно, нам больше интересует детская литература, которая сможет пополнить фонд данной библиотеки. Есть ли какие-то принципиальные отличия от прошлого года, от того, как уже проходил «Читающий мир»? Да, у нас каждый год добавляются новые писатели, новые программы. В этом году у нас принципиальное, наверное, новое отличие – это то, что у нас больше мероприятий также будет проходить в муниципалитетах. Потому что с каждым годом в муниципалитетах мероприятия прибавляется, это очень отрадно. То есть это по всей Рязанской области? Да, по всей Рязанской области в течение этих дней. То есть тоже можно будет прийти в свою библиотеку? Конечно, да. Разработана программа в каждом муниципальном образовании. Можно прийти в библиотеку, можно будет прийти в клуб, который тоже участвует в данной программе, и поучаствовать в том мероприятии, в той встрече, которая будет интересна. Отлично. Спасибо вам большое за интересный рассказ. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Надежда Веропаева, одна из организаторов фестиваля национальной книги «Читающий мир». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова